Всем привет дорогие мои, с вами коннова Аня, проект Фоберлик онлайн, в этом видео я с вами поговорю про новинки и не новинки и так далее, про мой большой заказ. Итак, все я это заказала по випу, забыла утвердить, муж все это привез мне с Москвы, в общем очень длинная история этого заказа, обалдеть, не встать, поэтому не знаю когда выйдет обзор. Значит, ну давайте начнем с самого легкого, сквиши, малиновые мишки, такой вот он прям хорошенький, да, ну вы знаете, что сквиши можно мять, это что-то типа игрушки антистресс, артикул 910251, размер 10,5 на 6,8. Катюся у меня любит такие игрушки, Катюся тоже любит, поэтому почему бы и нет. Для меня лично это целое событие, потому что щетки с угольным напылением были только в черном и белом цвете, а так как у меня в доме еще есть люди, кроме нас с Антоном, то нам зубных щеток таких вот разноцветных надо больше, чтобы никто не путал. И теперь появилась фиолетовая и еще зеленая щеточки, артикул 910332 у фиолетовой и 910331 у зеленой. Сразу вас предупрежу, что эти, они грубоватые, кто-то на них жалуется, что они стирают зубную эмаль и так далее, нет, мне они не показались грубыми, они идут с угольным напылением, обладают отбеливающим эффектом, щетинки разного уровня легко очищают, действительно она прям суперская, силиконовые элементы по краям предназначены для массажа десен и эргономичная двухкомпонентная ручка с упором для большого пальца, тоже очень, в принципе, удобная, мне нравится и приятно держать в руках. В общем-то, я очень рада, что теперь цветов будет больше. Ну, ни для кого не секрет, что у меня заказывают, очень много родственников, у меня бывают баллы и 1000 баллов, и 800 баллов, вот у меня было практически, вот сейчас, да, уже на новогодние праздники, на Рождество, все заказывали у меня подарочки, я очень много консультировала, я вообще за декабрь очень устала, и у меня было 1500 баллов, и практически все не мне, да, то есть я там на подарки, ну, баллов на 300, наверное, заказывала на подарки, ну, там, порошки немножечко, еще что-то, ну, это баллов 100, да, в дом, а все остальное у меня просто заказали, то есть на 1000 баллов, ребят, просто приходили, заказывали, мы с ними все это комплектовали, и, конечно, честно скажу, прямо устала. Значит, вот сейчас у меня заказали тональный мусс, увлажняющий крем-тинт, вернее, для лица, с артикулом 6355, я его не могу открыть, но он у меня есть в наличии, да, вот этот вот 6355, как вы помните, он светленький, но превращается в тональный крем, в клевый, классный тональный крем, так, сейчас я вам его прям увеличу, чтобы вы его увидели, да, то есть это вот такой вот самый-самый светленький оттеночек, который потом превращается уже в такую ровную, нежную, клевую эмульсию, я думаю, вам даже заметно, да, то есть вот этот вот 6355 мне очень подошел и подошел моим коллегам, остальные идут потемнее, да, 6357 и 6356, давайте 6356 вам покажу и 6357 вам покажу, чтобы вы уже могли для себя ориентироваться, кремы действительно суперские, действительно мне очень-очень-очень понравились, да, вот этот идет посветлее получается, как вы видите, а этот наоборот идет немножко потемнее и посерединке, как вы помните, 6355, ну, чтобы уже вам было удобнее посмотреть и так далее, чтобы вот вы виделись, вот такие вот оттеночки, клевые и классные, этот самый темный, серединка и самый светлый, в общем-то клевые они, да, вообще клевые, мне очень понравились, конечно же, заказала пару пачек такого вот, я тональным кремом только что замарала, артикул 1798 с руки стирала, вот, как же без них, обязательно, но стресс, это не просто успокаивающее какое-либо средство, да, сейчас я открою вам, покажу такие капсулки, их можно, кстати, рассасывать, они нисколько не горькие, не противные, такие, тут идет еще магний, трава мелисы, глицин, витамин В3, никотинамин, витамин В5, да, экстракт травы, пассифлоры, диоксид кремния, кальций, в общем, хорошие такие вот штучки, 30 грамм, 60 порций по 0,5 грамм, артикул 157-25, если я из-за чего-то расстраиваюсь, вот, я последний раз у нас, в общем, не будем о плохом, случилось кое-что не у нас, но у человека, который у нас работает, я приняла пару штучек, она приняла пару штучек, ну, как-то вот полегчало, там действительно такая, ух, какая была ситуация, далее, вот такие вот вип-новиночки, правда, я не знаю, когда я это сниму, когда это видео выйдет, но вот такие вот клевые, классные вип-новиночки, значит, блок бастер, да, то есть, ну, муж у меня их попробовал, во-первых, это идет такой кремушка после бритья, у них очень такой приятный аромат, просто суперский, он до такой степени экономичный, он так хорошо расходится, у него такой приятный свежий аромат, я действительно с него, с этого аромата кайфую, что не могу сказать об муже, муж сказал, что нет, не мое, но я израсходую, но больше не заказываю, ему аромат не понравился, мне понравилось, так, отломилось, да, далее идет такой вот кремушка для бритья, артикул 2716, как будто бы немножечко, что-то типа с углем, да, вот он, если крупно-крупно его показать, и он идет именно, обеспечит гладкое скольжение без раздражения, в составе идет масло черного тмина, которое смягчает и увлажняет, вот, и очень-очень приятный аромат, то есть его можно нанести, это вот видите, как гель такой, да, вы его наносите, и он слегка пенится, такой вот, в принципе, удобный, далее, конечно же, гель для душа, муж им тоже воспользовался один разочек, такой вот он тоже блестящий, клевый, он в меру жидкий, в меру густой, артикул 2714, 150 миллилитров, и он идет с маслом черным от тмина в составе, который смягчает, придает коже тонус, а его аромат дополнит любимый парфюм, ну, что мне муж сказал, нормально, все, все, что он мне сказал, нормально, буду мыться, все, вот, знаете, у меня муж такой не очень-то многословный, но я думаю, все мужчины, они такие вот, да, ну, в общем, вот это вот вип-новиночки, блокбастер, мне очень понравились, побежали дальше, в нашей линейке появилась Story de Amor линейка, в общем, все тоже шикарно, вот такой вот кусочек мыла, получается фигурное туалетное мыло, 60 грамм, дарит аромат клубнички такой, да, красивые, прям реально клевые такой мыльцы, я почему-то думала, что оно будет меньше, что оно не 60 грамм, но тут, знаете, такой аромат слегка такой молочный, что ли клубники, да, то есть не такой вот прям клубничного варенья, да, а вот именно такой клубнички с молочком, со сливками, вот такой вот, но не сильно сладкая, есть какая-то доля маленькой такой кислинки, далее шарик, вот этот бурлящий шарик, он содержит масло персиковых косточек и экстракт клубники, артикул 27-18, тоже шарики классные, прикольные, и вы знаете, вот я две штучки взяла, с одним посидела в ванной, он действительно хорошо увлажняет, питает кожу, мне нравятся вот такие ощущения, очень-очень прикольные, вот, но, конечно же, самое интересное, вот почему-то я так думаю, может быть, я не права, но я так думаю, что когда мы опускаем с вами шарик и там лежим, что нужно уже быть после душа, то есть я сначала схожу в душ с мочалочкой, потом опускаю этот шарик и лежу там, и кожа у меня уже питается, и я так вот и выхожу и вытираюсь, да, то есть я уже чистая в ванну вожусь, вот тогда мне нравится эффект, вот, дальше, вот такой вот, значит, гель для интимной гигиены, понравился, очень такой яркий, прикольный аромат, но он слишком приторный для меня, мне бы не хотелось использовать его на постоянной основе, он тоже такой уже вот густой, хороший, но немножечко пожиже, чем основная, да, основная линейка Story de Amor, аромат у него тут как раз такой, знаете, яркий, прям, 26,99 артикул, вот честно, израсходую, но я не скажу, что я бы хотела его заказать повторно, потому что слишком такой яркий аромат, слишком сладкий аромат, в общем, все слишком, все зашкаливает, то же самое гель для душа, он бьет в нос вот этой вот клубникой, 26,98, тоже понравилось, хорошо пенится, что тот, что другой, да, просто вот все отлично, но уж слишком для меня, если честно, яркий аромат, но если он стоит в ванной, я им с удовольствием помоюсь, но не часто, не часто, мне все-таки нравится больше что-то такое вот свеженькое, а вот по консистенции, по тому, как он пенится, да, то есть по густоте, мне прям все зашло, мне понравилось, бежим дальше, наконец-то Aviatrice 50 миллилитров, у меня появилась полноценная версия, вот вы знаете, это полноценная версия, очень интересная, ну, основные ноты личи, магнолия, озоновый аккорд, безумно мне понравилось, я ее беру с собой в отпуск, беру с собой на отдых, мне кажется, это самое-самое то, и вот что больше всего понравилось, то, что она действительно хорошо и долго держится, ко мне приходила девушка сегодня, Леночка, да, это ее инстаграм, и вот смотрите, что она мне написала, я просто знаю, что она, что она не расстроится, что это я показала, вот она сегодня у меня ее попробовала, я сказала, тут наговорила в голосовом, что он будет доступен только в понедельник, и вот уже, да, сфоткала ей воду, сфоткала то, что она попросила, да, артикул, все такое прочее, вот представляете, еще нет в продаже, но уже всем домашним она у меня понравилась, но мама все-таки говорит, аромат поприятнее, но все равно тяжеловат, для нее аромат, к сожалению, тяжеловат, для меня же он легкий, классный, игристый, и вот есть вот эти нотки тяжести, я с ней соглашусь, но они до такой степени в тему в этом аромате, в общем, его нужно пробовать, просто пробовать, и я в восторге, беру с собой, прямо беру с собой, это просто, ну, вот то, что мне не хватало, мне хотелось чего-то новенького, я очень быстро устаю от одинаковых ароматах, да, у меня был раньше какой-то вот такой консерватизм, я наносила на себя только парфюм, какой-нибудь, да, лакост, потом много лет я пользовалась вот из этой, из линейки Always Today Tomorrow Avon, очень долго пользовалась мне мушью, все время на 8 марта покупал каждый год, и мне ее на год не хватало, конечно же, хотя там такой яркий, стойкий, да, аромат тоже был, и вот, честно сказать, сейчас у меня такого нет, чтобы я несколько лет пользовалась чем-то одним, я от этого устаю, я купила свой любимый аромат, он у меня стоит, да, вот этот же лакост, например, он у меня стоит, мне хорошо, что он у меня есть, пусть стоит даже два, да, запасаясь, да, но все равно я, у меня вот, у меня хорошо, что они стоят, но я что-то новенькое, 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 вот расскажите, как вы, вот у меня почему-то вот прям вот это вот Авиа Пеатрис, артикул 3089, прям зашла, зашла, мне очень понравилось, прям запало, я вам реально говорю, прям запало, и я хочу кайфовать, я хочу и пахнуть, и причем аромат не бьющий в нос, не яркий, да, то есть все, кто ко мне в комнату заходит, говорят, Аня, у тебя такой свежестью приятный пахнет, а я люблю, понимаете, я люблю ароматы свежести, но когда в свежесть добавлено что-то цветочное, и оно не утяжеляет аромат, вот как по словам мамы, это классно, на мне он звучит шикарно, на маме он звучит потяжелее, а вот еще одной девушке, да, я давала аромат этот, у нее вообще как будто она в бане какими-то березовыми вениками, кто-то в нем почувствовал аромат меда, я, конечно, ну, может быть, чувствую аромат меда, но он до такой степени невесомый, но вот аромат бани, как на девушке, да, вот эта вот вода почему-то переформатировалась в абсолютно другой аромат, не в тот, который был во флаконе, я, конечно, удивилась, но я тому свидетель живой, в общем, мне повезло, мне она понравилась и в тюбике, да, то есть из блоттеров мне понравилось ее ощущать, и очень-очень понравилась она, и как она раскрылась и звучала именно на мне, я ее слушала и носила ее на себе с превеликим удовольствием, и мне прям очень вкусно, очень вкусно. Далее, Джорджиус, что сразу хочу сказать, тут очень интересно открывается флакон, как будто вот когда вы его открываете, он еще как будто подпрыгивает, то есть за флакон вы не возьмете, он будет отпадывать, но он такой, в принципе, и есть. Очень удивила упаковка, такая звездатая, да, и как раз вот этот Джорджиус, Джорджиус, он идет 100 мл, артикул 3255, водичка, ну прям, знаете, такая сластинка там есть, но больше всего вот эта вот свежесть, да, вот эта сила, вот это вот движ, вот такой какой-то очень порядочный, но нахальный мужчина, да, то есть вот что-то такое все равно осталось, значит, гватемальский кардамон, лайм и венгирский кедр. Вот честно скажу, понравилось, безумно понравилось, 3255, пробник не помню артикул, но он был в предыдущем обзоре, да, советую попробуйте хотя бы пробничек. Мне кажется, что это прям такая находка, находка, находка. Так, чтобы нам с вами не было тесно, сейчас я вам покажу то, что я заказала послушным волосам, послушным принцессам, это спрей для легкого расчесывания, то есть вы его перемешиваете и наносите. Тут есть блески, но они в таком минимальном количестве, что я не считаю, что они есть. 100 мл, артикул 2346. Далее, заказала своим любимым доченькам, специально смерила ножку, потому что вы просите, я потом, или я в поездке, или еще где-то, да, то есть старшей доченьке. Это Вика, 20 см ножка, размер 32-34, подошли просто изумительно, замечательно, я прям довольна, я прям счастлива, как раз теплые тапочки, как раз зима-весна, когда будут и отопление отключать и все такое прочее, прям хорошенькие, красивые. Тут вы увидите, да, как она крутится, вертится в них, в общем-то, хорошие, да, вот прям написала 20 см, да, вот так обхохочешься. Ну, знаете, ну вот тот момент, когда никаких нареканий нет, я вижу, что пошито очень качественно, очень хорошо, на подарок такое тоже будет здорово и суперский, ребенок будет счастлив и рад. Я вижу, что это оригинальный дизайн, я таких в магазине нигде не встречала. И еще, то они будут хорошо стираться в стиральной машине, да, в стиральной машине. Артикул, что я вам не сказала, артикул 886-120 в размере 32-34. Ну и все вы знаете, что у меня моя Катюшка-куколка, маленькая миниатюрная девочка, да, умница-красавица, артикул 35-37, ой, размер 35-37, я ей заказала, такие вот тапочки, ей не очень подошли, очень понравились. Артикул 886-121 в размере 35-37, реально классные тапки. У них у всех состав верх текстиль, подкладка текстиль, стилька текстиль, подошва ТПР. То есть они мягкие, клевые, хорошенькие, да, у Кати длина стопы 22,5 см, тоже смерила, хотя она живет отдельно, но она сегодня у меня в гостях, и ей как раз пришли эти тапочки, и я ей сразу же их подарила, ей понравилось. Конечно же, я заказала двое штучек, чтобы она старые выкинула, а эти носила по очереди, стирала бы почаще. Личная гигиена, я считаю, это очень-очень сильно-сильно важным. Кстати, я их где-то же делала закладку в каталоге, да, вот эти тапочки, вот так вот выглядят, да, и ценник у них 500 с чем-то рублей, вот по моей цене, не помню точно, да, 550, по-моему, или что ли, но качество прям зашкаливает. Мне понравилось, очень понравилось качество. Мне кажется, что детской одежде компания Фаберлик подходит с какой-то вот большей ответственностью, что ли, да, вот прям такое ощущение создалось. Давайте смотреть такой вот рюкзачок, очень симпатичный, клевый, классный. Значит, бежевый у него цвет такой, да, темно-бежевый, коричневый. Размер 32 на 11 на 23,5, артикул 600-716. Вверх в составе идет текстиль, подкладка тоже идет текстиль. Тут у нас открывается за ушками, да, что-то сюда можно складывать. Тут вышитый логотип Lovely Moments Фаберлик. Далее, ручки очень мягкие, прикольные, клевые. Весь он такой вот плюшевый, как будто он сделан из детской игрушки. Я не знаю, как он будет стираться. Радует, что ручки регулируемые. Бывает такое, что их невозможно отрегулировать. Тут есть ручка для него, что тоже удобно. Ну и давайте посмотрим саму внутренность. Такой вот он без единого, кстати, кармашка, да, кармашек только вот внутри, только вот тут. Да, то есть вот, мало ли что, да, сюда, наверное, телефон или еще что-то. А тут только вот так вот. Ну, в общем-то, очень хорошенький, аккуратненький. И что мне понравилось, его надо меньше стирать, чем нужно. Потому что он все-таки, ну, менее марки, нежели там какие-то вот контрастные, белые, ровные. Это все-таки плюши такой. Мне кажется, он очень хорошо пошит, качественно, и он будет хорошо стираться в стиральной машине. Далее, ежедневочки. 112, 88. Они были-то акции. Так, далее. Ночные есть 7 штук в упаковке, 112, 95. Дневные 10 штук в упаковке, 112, 89. Еще вот такая вот новинка. Я долго думала, снимать ли вообще на него обзор. Потому что, если честно, они все одинаковые, да, вот из этой линейки. Я заказала трое таких штучек на физкультуру, потому что очень удобно. Артикул 861 800 в размере 140-146. На нас сели идеально, 92 хлопок, 8 спандекс. Да, в школе физкультура. Она еще ходит ЛФК-УФК, ходит на ролики. Сейчас у них ролики не на улице, как вы понимаете. Зима, все гробы. Вот, поэтому отличное. Просто прошито все до такой степени. Неизумительно, идеально, что у меня прям даже жадность какая-то. Думаю, может еще больше заказать. Все-таки дети, такие дети, они растут. Поэтому больше я не стала заказывать. Вот логотипчик Фаберлик. Резиночка, вот кому интересно. Вот прям такая вот, да, не толстая, не тонкая. В общем, такие, знаете, они обычные. Такие вот базовые вещи, которые, ну, всегда они нужны, важны в гардеробе. Далее, в таких вот конфетах заказала артикул 16.095. Зверушки, Вика их любит. Но, когда есть зеленый шоколад на меду, она все-таки предпочитает зеленый этим зверушкам. Два детских кремчика. Артикул 16.45. С ними, кстати, классно делать массаж. Нам понравилось. Даже маслом не разбавляем. Суперский крем. Вот, пара пен для ванны 23.87. Парочку детских мыл для рук 23.88. Вот это мы наливаем в робот-пылесос, обрабатываем ручки дверей и так далее. Это универсальное антибактериальное средство. Артикул 111.36. Без цвета, вкуса, запаха. Чисто такая вот водичка. Дальше. Гель для стирки белых тканей. Артикул 118.42. Очень его люблю. Гель для стирки белых и цветных тканей. Универсальный. Артикул 10.900. Ультракондиционер для белья. Самый-самый мой любимый. Артикул 118.53. И еще один ультракондиционер для белья. 118.55. Бежим дальше. Это такие вот новинки. В составе идет ледниковая вода, которая прекрасно увлажняет кожу, оказывает успокаивающие действия, крепляет защитный барьер, кожу делает волосы блестящими. Ну, в общем, все такое прочее. Итак, значит, вот такие вот три шампунчика и три геля для душа. Могу сказать, что одним гелем для душа я помылась, так как тестировать было особо некому. Вот. Я одним из них помылась. Так как у меня муж сказал, шампунь и гель для душа. Я не буду мыть на волосы. Я думаю, а помою я. И я помылась вот этим вот три в одном. Скажу честно, мне понравилось. Мягко моет волосики мягкие, все мягко, здорово, классно. Большая упаковка, 380 мл, артикул 28-11. Очень свежий такой озоновый, я бы так сказала, аромат, который прям запал мне в душу, в сердце. Я, может, сказала, зря говорю, ты так это вытряхаешься. Отличный шампунь, замечательный. Но вот он подсядет на что-то одно, и его уже не свернешь. В принципе, они, как вы видите, шампуни, они все идут разными цветами, разными оттеночками, но все довольно таки мягкие и клевые. Вот этим Антон помылся в Москве. Шампунь для душа 2 в 1. Тоже очень приятный, волосы мягкие, артикул 27-62, но с одного раза ни перхоти, ничего, прямо так не вышло. У них средняя густота идет, все великолепно. И каждый шампунь по-разному пахнет, но все пахнет свежестью. Далее 27-61, массив Винстона, называется шампунь для душа тоже. Вот у него тоже такой вот голубоватый теперь ароматик, тоже безумно такой нежный, приятный. Но все ароматы, они не бьют в нос, они не воняют, но они достаточно яркие, да, они достаточно яркие. Вот в аннотации написано, что каждый продукт, он чем-то вот полезен. И каждый может выбрать себе что-то, но вот если честно, у всех какие-то вот одинаковые отзывы, да. Например, шампунь гель для душа Energy с артикулом, ой нет, серенькие же мы с вами смотрим, да, где тут единичка, двоечка, да. Универсальный шампунь для всех типов волос, да, вот 380 миллилитров получается. Он идет с маслом чайного дерева, создан для восстановления структуры волос любого типа. 27-58. Шампунь против выпадения волос, артикул 27-60, он идет прям с формулой, которая предотвращает выпадение волос, делая их сильными и здоровыми. А тут у нас вот пятерочка, это шампунь против перхоти, да, то есть они все разные, тоже 380 миллилитров получается, избавляет от перхоти, устраняя ее причину 27-59. То есть они все разные, но они все одинаковые, мягкие, клевые и прикольные. Далее давайте с вами пойдем вот таким образом. Шампунь гель для душа 3 в 1. Спокойствие, да, спокойствие, артикул 28-11. Он идет с депантенолом для ежедневной гигиены и ухода за волосами кожи лица и тела. Ну, я прям в шоке, можно умываться, мыть волосы, как бы, да, то есть все такое прочее. Вот такой вот он прозрачный. Аромат тоже такой озоновый, приятный, свежий. Далее идет шампунь гель для душа 2 в 1. Свежесть 380 миллилитров. Он идет с охлаждающей формулой, с ментолом и продлевает ощущение свежести. Артикул 27-61. Действительно с ним после душа слегка прохладно, как сказал Антон. Но говорит, прохлада не такая уж и сильная, прям не ментоловая. То есть нормально, классно. Все они идут большие, действительно большие. 380 малые, это очень даже приятно. Ну и следующий, 69-62 с артикулом 27-62. Это энергия, кофеин в составе наполняет волосы энергией и бережно укрепляет корни волос. То есть кофеин, представляете? Но пахнет он не кофе, а пахнет он какой-то свежестью. В общем, такая вот красота. Так, ну что касается здоровья, у нас с вами появился травяной сбор. Артикул 157-92. И он обладает целым списком полезных свойств. Травы, это натуральный источник витаминов. А наш чай, он как бы полностью натуральный, идет зеленый. Тут очень хороший такой вот состав, который вы можете поставить на паузу и почитать. Значит, что он делает? Состав каждого из 15 сборов зависит от его назначения. Да, вот это вот прям сборов травяных у нас действительно огромная-огромная куча. Значит, в составе идут у нас с вами цветки, ромашки, корень аира, лист крапивы, плоды шиповника, корень девесила, корень одуванчика, трава, репешка и цветы липы. Он оказывает противовоспалительные действия на соединительную ткань. Да, вот тут можете, способ применения, вот тут все как бы есть. Очень интересно почитать. Значит, поддержание опорно-двигательного аппарата, регенерирующие действия, 100% натуральной травы, комплексная поддержка организма. Уникальная рецептура, 21 фильтр пакетик по полтора грамма, то есть такие вот, знаете, обычные пакетики, очень вкусно пахнет, с чем-то сладеньким, приятненьким. Вот, в принципе, ну ничего такого как бы особого в способе применения. Это 1-2 фильтра пакетика, мы кладем в чашку, заливаем стаканом кипятка, 250 мылое, настаиваем 5-10 минут, ну и пьем. Я так понимаю, по чаинке в день, на самом деле ассортимент очень широкий, и я прям удивилась, как вообще трава может помогать сосудам обычно, а суставам. Обычно мы пьем что-то, да, такое типа доброгена, еще что-то, но нет, вот посмотрите, трава тоже может помогать. Артикл 157.92, ну, прикольная штучка. Далее у нас с вами появилась кардио-муни, я прям напечатала про него аннотацию, потому что это просто супер прибор, как я почитала. Вы можете тоже поставить на паузу, зачитать. Прям супер прибор, причем он сочетается с другими видами лечения, да, фитотерапия, фармакотерапия, то есть классно. Вот это мне понравилось. Конечно же, есть противопоказания, как я помню, кардио-стимулятор, давайте же его посмотрим. То есть вот он такой, что-то типа часиков, я так понимаю, что он надевается на руку. В составе идут вот батарейки, вот меня часто спрашивают, тут ли в составе батарейки, потому что для некоторых реальная проблема купить эти батарейки. То есть пока он идет у меня без батареек, то есть, ну, тут, да, он тут, в принципе, легко вскрывается, все у него хорошо. Ну, то есть вот, ага. Вот, ну, не буду сейчас пока его собирать, разбирать. Ну и, конечно, все равно же должна быть какая-то аннотация, кроме аннотации, а вот же он, божечки-то мой. Да, должна быть какая-то аннотация, помимо аннотации на сайте, продукт не совсем дешевый, но он нужен. И вот я сейчас подумываю, пока мы уезжаем в поездку, может быть, мне отдать его папе, пока, ну, свекру, потому что он тут. А потом, в феврале я забираю своего попульку на лечение, и, может быть, я его еще попульке своему отдам, потому что в аппарате он так и не понял, что делать, ему тяжело. Значит, тут, я так вижу, идет три программы, да, три программы, световая индикация, звук. Ну, тут очень хорошо все описано, значит, и для чего он нужен, я думаю, вы поняли, да, то есть он идет как профилактика артериальной гипертензии, нормализация общего состояния организма. Он идет для того, чтобы снизить артериальное давление, и он идет очень легкий в применении, да, тут всего несколько кнопочек, и никаких проблем нету. То есть, вот это, конечно, факт, что такие штуки нужны, важны. Конечно же, я жду про него обязательно прямой эфир, но если внимательно все перечитать, вы поймете, как им пользоваться, как его носить и так далее. В общем, я довольна, что у нас появляются вот такие вот суперские новинки, и, не знаю, прям захотелось носить его на постоянной основе, пробовать, смотреть, какое будет состояние, улучшение. Но не забывайте, что бы мы ни делали, нужно как можно больше ходить, и как можно больше пить воды. Ну, воды, конечно, в пределах нормы, но все равно вот такая вот суперская новинка. Знаете, что она есть, артикул 157.18, в общем-то, да, Дэнас Кардио Мини. Вот новая версия, да, у нас уже был с вами Дэнас Кардио. Ну, и побежали тестировать с вами обязательно помады. Помад у нас очень много, цвета действительно классные. Ну, то, что в каталоге вы, я думаю, посмотрите сами, а я просто вот буду сравнивать. Значит, это у нас идет жидко-глянцевая помада для губ, значит, кремовая текстура, да, с ярким глянцевым финишем, очень классная, уникальный комплекс для визуального объема ухода за кожей губ, формула для максимального устойчивого покрытия, не растекающего контура за губы. А еще она очень пигментированная, она непрозрачная, и вот эта вот жидкая глянцевая помада для губ меня, если честно, покорила, она мне понравилась. Ну, что ж, поехали с вами, будем ее смотреть, разглядывать. Что еще понравилось, я могу посмотреть, какой цвет помады, уже то, что она просвечивает. Вот лично для меня это очень важно. Это очень важно, потому что, когда имеешь много помад, то хочется видеть то, что ты берешь. А вот эти все флакончики открыл, ой, нету, открыл, нету, открыл, нету. А если у тебя 20 помад, пока найдешь нужную, это все вот это вот хлоп-хлоп-хлоп, а тут как бы, ну, хотя бы вот так, и то уже, да, видите, вперед. Все цвета, да, тут поярче, тут побледнее, да, все их видно, это здорово. У этих помад есть один очень мощный минус, то есть я вот сейчас ее, например, открываю, я рву вот эту вот упаковочку, и вот это вот все сидеть, переклеивать 100 лет в обед, конечно же, не хочется. Но кроме вот этой бумажки на помадах нет ни одного артикула. И люди, которым не нравится бумажка, они, грубо говоря, не будут знать, какой на них артикул помады. Название тоже можно забыть, и это, конечно, огромный минус для консультантов компании Фаберлик, то, что компания не захотела сделать удобно для тех, кто продвигает этот продукт, продвигает этот товар. Ну, если просто покупать, получается, в общее пользование, да, то есть человеку понравилась каталогия, и он этот цвет, да, для себя приобрел, ну, в принципе, почему бы и нет. Но тоже как бы хотелось бы полностью максимальное удобство для тех, кто снимает обзоры, для тех, кто показывает каталоги, показывает оригиналы, потому что иногда оригинальные цвета, они не совпадают с каталогом, и очень неудобно, когда вообще нет никаких артикулов на самой упаковке. Также, конечно, бы хотелось на самой упаковке срок годности, а не на этой вот бумажке, но, с другой стороны, больше никаких нареканий к продукту нет. Да, есть цвета, которые идут, которые не идут, но это уже так, второстепенно. Это, я вижу, понятно, что все не может идти всем. Все парфюмерные воды не могут нравиться всем, и пятый, и десятый, в общем-то. Первый оттеночек, допольно, так яркий, суперский, ну, как будто зубы, как будто желтелиц него. Да, но на самом деле, очень красиво, блестит. Как она выглядит в каталоге, да, как она выглядит вживую. И давайте посмотрим, как же она все-таки наносится. Нищем просто вот так, да. Ну, вот, прям такая вот помадушка в один слой. То есть, вы меня видели на губах два слоя, потому что в один слой, вот именно этот оттенок, 40-955 яркий розовый, ну, войдется не так бархатно, не так ровно, как, в принципе, хотелось. Но вот этот вот глянцевый эффект, обещанный, он, конечно, шикарный. Она просто блестит, она просто переливается, очень-очень красиво. Следующую побежали 40-956 красоточка. Так вот она на руке. Ну, приятный очень цвет. Очень приятный такой пыльная роза. Красивая очень. Без рыжинки. Вот я ее вижу абсолютно без рыжинки. Да, в один слой, в два слоя. Ну, все, конечно, сильно надавить, да, посерединке провести. И вот так вот так получается. Симпатичный очень оттеночек. Давайте посмотрим, как она идет в каталоге. А, 40-956 идеальный розовый нюд. Действительно идеальный розовый нюд. Я вижу, что она чуть-чуть с коричнева, но нет, это больше как на пыльную розу похоже. Обалденная штучка. Покажу вам, как она наносится. Вот этот спонжик, честно сказать, он не очень удобный. Очень сложно нанести ровно, но возможно. Если это делать не на камеру, а делать в зеркало. если взять первый слой, то очень симпатично получается. А второй слой уже такой темный, более насыщенный. Я бы назвала это идеальной помадой для прямых эфиров. Вот действительно. Так, 40-957. Вот в каталоге она нисколько не совпадает. Она намного красивее. И камера обманывает. Тут, конечно, прошу прощения. То есть такой прям перстиковый красивый. Очень оттеночек. Очень насыщенный. Прикольный, классный. 40-958 розовый-коричневый. Розово-коричневый. Знаете, ничего коричневого не вижу почему-то. Так, 40-958. Да, все правильно. Там вообще ничего коричневого не вижу. Очень красивый оттенок. И совсем не коричневый. Даже если плотно-плотно, да, его тут положить. Красивый. Вот такой вот розово-коричневый. 40-959, темный розовый. Мне он кажется ярко-розовым. Да? Вот такой вот. Но он не темно-розовый, он ярко-розовый. 40-960, сочно-ягодный. Красивый такой, яркий. Вызывающий, я бы сказала. Даже слегка какой-то, знаете, чуть-чуть люмисцентный. Да? Да, вообще яркощий. Обалдеть. Как вам? Мне кажется, он мне подойдет с каким-нибудь синим платьем. Ура-ура! Последние три оттеночка. Темно-малиновый. 40-961. Ну, вот знаете, очень мало оттенков, которые хочется наносить. Эта палитра, я так понимаю, для ярких женщин, для женщин, которые любят действительно поярче. 40-961. Ну, вот он прям мало чем отличается от сочного ягодного. Да, то есть сочный ягодный. Где-то вот слегка, может быть, потеплее. Этот слегка похолоднее. В принципе, и все. Да, вот еще прям такой вызывающий. Ну, вот. Мы с вами нишем кипу. Конечно. Плестит прям очень-очень. Кстати, они не проявляются, что мне очень-очень понравилось. Но сейчас еще попробуем вот эти вот все смыть. оттеночки и посмотреть, вот те, что долго на руке, будут ли проявляться. Артикул 40-962. Ягодный микс. Ну, тоже очень яркий. 40-962. Особой разницы не вижу. Он более такой, знаете, красноватый. И очень практически сливается с предыдущими оттенками. Да, да. То есть, видите, предыдущие. И вот этот. Ну, тут, конечно, да. Прям новогодняя елка у меня на руке. Ну, и ура! Последний оттеночек. 40-963. Темный, вишневый. Ну, что, ребят, как-то мне кажется, что он тоже очень похож на все предыдущие. Вот. Легкие-легкие какие-то. Вот может быть разные оттеночки, подтоны. Слегка-слегка. Ну, вот смотрите. Давайте вот так вот прям параллель проведем. То есть, можно, да, к примеру, знаете, как сделать? То есть, взять пальчиком. Ой, ну, вы поняли, да? Вот вам и все оттенки. Да, то есть, просто брать какого-то оттенка больше, какого-то оттенка меньше, а так они, в принципе, вот. Я даже удивлена, потому что они очень между собой похожи. Да, сейчас мы взяли, получается, 40-963. и возьмем предыдущий 40-962. Где разница? Также скажу вам, что они влажные, они очень сильно насыщенные, и они, конечно, будут отпечатываться. Да, то есть, любая кружка, все что угодно отпечатываются сильно в полной мере. но если вы нанесете жирновато, то у вас она будет, ну, как скажем так сказать, долго стираться, что ли. Видите, а цвет все еще есть, да? Ну, и вот, остались уже такие вот остаточки, и поэтому подкрашиваться ей вы будете постоянно. Да, если вы ее чуть-чуть заденете где-то, вот немножко, да, например, волосами. Давайте проведем эксперимент. Да, вот накрасили вы, например, губы, и слегка какими-то вот волосами, да, к примеру, вот задели, то она у вас реально сильно размажется. Видите, она как бы очень быстро набирается, да, на волосы, и у вас начнутся такие вот как полосочки, что ли, в смысле, вот в этом. А так, классная, конечно, помада, нет слов. Блестит, я ее очень довольна. О, кстати, у нее очень приятный запах. И мало того, что у нее приятный запах, вы понимаете, у нее еще и какой-то есть слегка такой приятный привкус, что ли, да, вот это, конечно, больше всего мне понравилось. Так, давайте с вами еще раз посмотрим все оттеночки. Они у меня все по порядку. Вот такая вот красота. И отсюда сверху, да, пошли по порядку. Все по порядку. Последний вот этот, вот он, я его продублировала, получается, в двух местах. вот такая вот красотища. Довольно помадой, довольно-таки слегка такое проблемное нанесение, но с другой стороны, вот этот вот мягкий-мягкий жирный клянец, она мне чем-то напоминает помаду от Ренаты, вот такая вот мягкая, да, то есть ухаживающая, прикольная, но она не растекается за контуры губ, это действительно так, и ей легко подправить макияж, но вот кисточка, конечно, вот верхнюю губу, я вообще не любитель кисточек, я ими не умею пользоваться, мне было сложновато. Вот есть блески с такими же кисточками, раз-раз нанес, а тут они яркие, пигментированные, кладутся четко, если дрогнула рука, все капец, и тоналки вокруг губ, тоже капец, да, то есть тут надо быть очень-очень таким, да, человеком, или вот так вот пальчиком наносить, да, чтобы просто был оттеночек на губах, что мне понравилось, мне всегда нравятся помады, которые идут не такие вот плотные, в плане того, что вы просто берете и наносите, наносите, а вам хочется еще, вот есть такие, как будто бы они плотные, но они такие прозрачные, какие-то неносибельные, да, цвета, а вот тут эти цвета, они именно идут такие очень пигментированные, насыщенные, и за счет этого можно нанести один слой, два слоя, или треть слоя, да, вот чуть-чуть, да, на мизинчик, взяли, да, к примеру, взяли на мизинчик и наносите, разносите по губкам, да, по всем, по всем, и у вас получается абсолютно другой оттенок, что мне еще понравилось, я, вы все знаете, я очень люблю смешивать оттеночки, так вот, помешав эти оттеночки, я вам могу сказать, что тоже получается очень красиво, очень красиво их смешивать между друг, друг между другом, они очень хорошо смешиваются, отлично, виды изменяются, различные цвета, и как бы проблем-то никаких нету, да, то есть вот, например, вот так чуть-чуть, и понеслось, поехало, да, то есть получается совершенно, да, другой оттенок, то есть их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, но на самом деле их может быть куда больше, и какие вы захотите, смотрите, совсем абсолютно другой оттеночек, да, но это уже личное мое, то, что я люблю мешать, то, что я люблю размешивать, да, там яркие, получается с нюдовыми, конечно же, я это делаю отдельной кисточкой, да, таким вот образом, и, и у вас может получиться уже, да, третий, четвертый, пятый, восемьдесят пятый оттенок, да, смотрите, какой красивый получается отдельный оттеночек, да, тоже очень-очень красиво, поэтому вот эти помады, они не как все, они действительно клевые, да, вот еще вам, пожалуйста, еще один оттеночек, да, можно добавить вот этого, который уже намешан, вот вам получается абсолютно другой, третий оттеночек, вот это я, конечно, очень люблю, я очень люблю смешивать цвета, перемешивать, чтобы у меня еще что-то получалось, вот тут как раз, та самая палитра, которая при перемешивании, не теряет блеска, а для меня это важно, я обожаю новые цвета, обожаю прикольные цвета, классные цвета, она такая жирненькая, готовьтесь к тому, что вы ее на губах будете чувствовать, она не невесомая, она очень весомая, на мой взгляд, весомая, кладется так, знаете, плотненько, вот, и тут, конечно, да, но с другой стороны, прикольно, прикольно и классно, всем пока-пока, с вами была, Кононова Аня, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,